Привет! Сегодня разбираем и делаем приседания на плечах. В тяжелой атлетике есть свои особенности. Именно на них мы сегодня и обратим свое внимание. Два-три раза в неделю приседания должны стоять в плане. Их можно чередовать на плечах и на груди. Самый главный акцент, который я хотел бы обратить ваше внимание на которое, это то, что приседания я стараюсь сделать медленно. То есть со штангой мы садимся в сет медленно и быстро встаем вверх. И когда мы принимаем исходную позицию, то есть когда мы со штангой отошли от стоек, мы отводим таз назад, немножко даже можем согнуть колено, чтобы у нас не было провалено, согнуть колени и делаем небольшой даже наклон туловищем вперед. Для чего это? Для того, чтобы потом в тяге мы отрабатываем одновременно, мы качаем и ноги, и мы отрабатываем наклон спиной. То есть удержание спиной и посредственно весом. Смотрим. Поставили ноги на ширине плеч, отвели таз назад. Наклон у меня уже есть небольшой. И вот с этим наклоном мы медленно садимся в сет. Если вам хочется добавить динамики, то добавить динамику можно непосредственно со вставания с седа. До седа мы сохраняем угол для того, чтобы все мышцы проработали. Мы не падаем, мы не рушимся, мы медленно опускаемся. Вы сами должны почувствовать, как у вас одна мышца отключается, другая включается. А уже седа добавляем всплеск и встаем быстрее. В приседаниях еще одной из особенностей является то, что нужно как можно дольше сохранить накрытым колено плечом. То есть не вываливать колено вперед, а накрывать. Вы посмотрите со стороны, я дорасскажу. Ноги на ширине плеч, колени разводим в стороны, таз разводим назад. Медленно садимся. Медленно седаем в саль. Сохраняем, чтобы таз был сзади. Многие приседают в колени. То есть при выполнении подсета делать вот такое вот движение. То есть коленями уходят вперед. Мы должны сохранить положение колен, только разводить в сторону. Для чего это? Для того, чтобы нагрузка равномерно распределялась и прорабатывалась бедром. Потому что когда мы делаем наклон вперед, то практически нога у нас отключается. Еще одной важной, но маленькой особенностью является дыхание. Чтобы все было в ритме, мы снимаем штангу со стоек, делаем вдох и выполняем приседания. После того, как мы встали, мы можем выдохнуть, опять вдохнуть и опять присесть. Можно же, конечно, делать приседания на одном вдохе. Но желательно это разделять. То есть мы сняли со стоек. Сделали вдох. Выдох. Выдох. Я думаю, что труда это не должно составить, но обратите на это свое внимание. Подготовительный период по подъемам и по подходам. В подготовительный период мы, конечно же, делаем больше работу в приседаниях. Поэтому мы можем делать от 4 до 6 раз. Подходов уже сами выбираете сколько. Но работать именно на объем. Когда уже идет предсоревновательный период, тогда мы можем приседания сократить до 2-3, даже может быть даже и 1. Для того, чтобы работать непосредственно только на силу. Потому что мы уже проработали, объем у нас есть и нам нужно только пробить силу. Тогда мы добавляем по разу. По подходам смотрите сами. Главное, чтобы это было... Если вы чувствуете, что нормально, не надо завышать. Лучше, как говорится, не допахать, чем перепахать. Напоминаю, подсед мы делаем мягко. Мы не падаем. Мы не падаем, мы мягко опускаемся. И оттуда уже можем взять и выстрелить вверх. Это нужно для того, в первую очередь, когда вы стоите в старте. И вам нужна взрывная скорость. Вот как раз с подседа и отрабатывается взрывная скорость. Вы медленно опустились плавно и оттуда сделали взрывной подъем вверх. Обратите на это свое внимание. Очень часто задают вопросы по поводу экипировки. На коленнике, штангетке, ремень, на пульснике. Вы знаете, с 2005 года отказался от ремня, отказался от напульсников. Осталось только у меня в экипировке наколенники. И то, это наколенники, в принципе, на удержание я не могу сказать, чтобы они хорошо работают. Тут есть боковые металлические вставки пластмассовые с металлом. Они якобы как что-то держат. Но они больше направлены на согрев. И, возможно, какую-то имитацию того, что немножко стягивает. Не пользуясь наколенниками, классическими, которые для тяжелой атлетики непосредственно, мне кажется, что они чересчур зажимают и даже немножко передавливают кровообращение. По поводу пояса. Считаю, что если вы уже одели пояс, то это уже как приговор. Если ты его уже одел, ты его уже снять, в принципе, не сможешь. Либо это будет очень тяжело, потому что начинают отключаться, атрофироваться связки, мышцы в этой зоне. Стараюсь все-таки работать за счет своих. То есть, нужен свой крепкий корсет, который держит спину в натяжении и не предотвращает этот травм. Ну и наколенники, это, конечно же, посоветовал бы вам, если уже и мотаете, то мотайте, наверное, бинтами. Конечно же, много ходит, бытует мнение, в чем нужно приседать. Но, конечно же, в тяжелой атлетике непосредственно приседать нужно в штангетках. Не смотрите на фирму. Главное, чтобы был каблук. Если нет каблука, если вы приседаете в кедах, хотя бы подставляйте блин. То есть, это делается, поставили блин, если вы в кедах, под пятку. То есть, тем самым вы имитируете, что у вас есть каблук и приседать намного легче. Потому что, если без каблука, подвижность в голеностопе и во всех остальных узлах должна быть намного больше. Не отвлекаемся. Приседаем. Приседаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok